Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Номер 1134, События дня, Псалом 65, 19 и 18. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Но Бог услышал, внял в глаз умоление моего. Объявление. Сестра тут умерла, четверо ребятишек остались, муж глухонемой. Ну, кто-то, что-то, может быть, окажет помощь. Позармозить можно посмотреть, вот ролики записаны. Лидия, Игнатий Тихонович, все прощала. Добавьте, пожалуйста, приблизительную цену стоимости работ по проведению воды. И работа эти делаются только летом, как и дома строят только летом. Цены – это главный интерес у нашего брата. Та же и квартиры Стиву нужны четырехкомнатные, не меньше. Найдите риэлтора в городе, узнайте цены, пожалуйста. Никакие договора Стиву непонятны. Только цены. Пока все. Ну, надо все на месте узнавать это. Андрей Александров. Игнатий Тихонович, примите мои соболезнования. Отошел ко Господу ваш друг. Понимаете, как это люди некоторые, если понимают, то много этим сказано. Я думаю, что самое большое, продуктивное было между нами, никого больше не было. Сергей. Игнатий Тихонович, примите мои соболезнования. Твоего Сергия, и прими его во царстве Твое. Алексей. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Вот созрел ваши книжки приобрести. Интересует новый завес с толкованием их к истинному православию. Скажите, пожалуйста, сколько это стоить будет с доставкой до Нижнего Новгорода? Я ему все скинул, пока ответ не получил. Вячеслав Миров, Игнатий Тихонович. В общем, такая ситуация. Камера, которую я взял, перестала включать, вся по приезду заглючила. Пришлось снимать на телефон. Качество не очень хорошее получилось. Фотографий почти нет, только видео. На мой телефон вошло немного. Снимали еще на другие телефоны. На телефоны Дмитрия много записали. Но и там случилось непредвиденное. Несколько последних записанных видео не запускаются. Постараемся на компьютере извлечь, что сможем. Интересно, как. Сергей, когда крещение принимал, сколько съемок было. У него аппаратура хорошая стояла. Нигде ничего нет. Как будто кто стер. Сергей. Спаси Христос в школьные годы восхищался подвигом Николая Островского. Но он был заблудшим человеком, принимавшим участие в гражданской войне, но сильным духом. Сергей Козлов – мужественный воин Христов, служащий Богу всем, что у него есть, словом Божиим иконописью. Многие к нему обращались, чтобы получить у него немощного утешения. Но да будет воля Господня, сколько времени нести каждому свой крест. Да укрепит Господь душевные и телесные силы Сергея Козлова, чтобы все перенести и наследовать Царствие Божие, которое он видит еще при своей жизни в храме своего тела. Аминь. «Царство небесное нашему брату во Христе Сергею Козлову». Это много таких записей. Вячеслав, если есть контакты, телефон ВКонтакте, одноклассники, прошу поделиться, Вячеслав. У меня только телефон Сергея Козлова. На этот номер не ответили. Сергей парализованный. Еще нет. Татьяна Ильинична, вот, мама. Я ему сразу скинул какие-то телефоны. И Сергеев телефон. Ну, я думаю, он не пропал никуда. Может быть, она пока не настроена ни на какие беседы. Позвонить в другой раз. Не дергать сейчас звонками-то, как считаете, правильный будет или нет. Сейчас залью еще один архив, разбитый на две части. То есть нужно качать два файла, а потом уже распаковывать, так как система не пропускает более двух гигабайт. Приходится разбивать. Нет. Даже три части вышло. Часть первая, вот. Я отвечу. Судить о ее настроении мамы Сережиной сложно. Она почти неверующая, как и считал ее сын Сергей. Поэтому, чтобы в дальнейшем не было укора в нашу сторону, придет она или не придет. Но в этот печальный момент лучше всего ее пригласить и спокойно рассказать все. Этот вариант более приемлем к печальному. Ее не оставили, а не заботятся. А так, может, сказать потом. Все забыли, я никому не нужна была. Звоните, стучите непрерывно. Наталья. Отец Игнатий, мир вашему дому и благословение Господне да пребудет на ваш дом. Просмотрела ролик, где вы в чате, рулетка, одна только радость в душе. Благословенный день был, и в то время люди попадались неплохие и столько много успели сказать. Я очень ценю в людях общительность. Человек общительный с любым может заговорить, расположить его к себе. Я тоже такая. Мне, может, даже говорить, не надо быть таким общительным. Игнатий Тихонович, я вижу в этом промысел Божий. То, что и в этом чате вы можете благовествовать, в отличие от раздачи Евангелия на улице. Тут в этом чате много кто будет к вам прислушиваться. Ваш возраст и внешность притягивают молодежь. Им интересно, почему такой дедушка и в чате находятся. Так вы и будете проповедовать за компьютером, не отходя от дома. И ролики интересные будут. И за такое благовестие ни один священник не берется, так как знания с вами равны нулю. И нет опыта такого, как разговаривать с людьми разных убеждений. Спаси Христос вас, и благословит Господь на такое ревностное дело. Вы показываете вашу любовь к Богу и ближнему. Ну, что на это сказать? Какие знания мерить? Ничего я не знаю. Я просто встречаюсь, разговариваю и беседую. У меня нет образования никакого. Я самоучкой все достигал. Это главное для меня – это молитва. Молитва, Слово Божие, а там уж как Бог примет на тайну. Вот об этом говорит в чате. Не просто в чате, а рулетка. А рулетка называется. Вообще удивительно. Сергей два раза только зашел туда, два ролика составил. А его нет. Я решил это дело продвинуть. И теперь кто-то, если будет, он только за мной встанет в очередь. А у меня уже пять роликов. Пять. И будут прибавляться, буду выставлять. Накапливается опыт. Кое-что еще познаем. Наталья. Слава Божию, мой дорогой и любимый отец Игнатий. Со мной все хорошо. Уже на велике езжу. А Траховица тоже здоровая. Всю ночь спит, кушает. Хорошо сейчас. Главное – это крестить и привести к вере евангельской, ко Христу. Леонид пишет. Царство небесное Козлову Сергею, спаси Христос. Прекрасная ваша работа в чате рулетки. Особенно ответ атеисту. Из милости Божьей. Продолжайте. Ну, вот я за это взялся. Прошу прямо, Господи, Сергей, там, по ходатайству, чтобы Бог дал мне твой талант. И вот уже два дня работаем мы с Володей. Ну, и пойдет дело. Похоже так. И в тихий. Как будто я говорю что-то своему патриарху. Но я же трус. И никогда не заговорю таким ясным языком. Грешник уже говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои, берешь завет мой в уста твой. А сам ненавидишь оставление мое. И слова мои бросаешь за себя. Когда дешево расходишься с ним и с твердюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие. Язык твой сплетает коварство. Ты это делал. И я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. И изоблющу тебя. И представлю перед глаза твои. Грехи твои. Но это же царь Давид. Это его смелейшая псалтырь. А я-то что? Я и не выскажусь, пожалуй, против энергетических лжеучений про положительную и отрицательную заряженность добра и зла. Пронесающих материальный мир. Почему и становятся святыни энергоносными, положительными и подключенными к космическому доброносителю. Ага. Короче, все молитвы, иконы, святыни дороги тем, что доброзарядные они. Ага. А учиться молиться. Лучше игрой в молитву. С игрушечными облачениями, игрушечными фхолистическими приборами. Это и в тихий пишет патриархов. Стынет кровью разум, кипит от всех этих кощуственнейших кощунств. А самое-то страшное. Я попрошу его святейшества. Ну, вы же помолитесь, чтобы Бог просветил, подсказал тропочку ко спасению. А он молиться не может, так как научен имитацией молитвы. И преодолевать ее не сможет. Вот это наше горе. Но его мы заслужим, Игнатий Тихонович. Эстафету принял Игорь Василенко. Сегодня оценил, молодец. Интересно было смотреть. Но пусть будет готов к тому, что так сильны и адекватных личностей. Виталий. Присподняя. Но там души предуготовленные, потому как Господь побудил, побуждал. Ведь Сергея именно туда идти и благовествовать. Ловец и Человеков, Игнатий Тихонович, Дмитрий Лемеш. Эмоционально очень тяжело, конечно, но когда такая публика, очень. А Иван? Мериться по знаниям, это велико. Я вот ничего не знаю, как быть. Виталий, учиться, учиться, учиться. Иван? Да? Виталий. Как Ильич завещал. Дмитрий Лемеш. Наша радость от трудовых успехов тоже. Это Вилл сказал Ленин. Мериться по знаниям, это велико. Я вот ничего не знаю, как быть. Иван Артюшкин. Только обычно так рассуждают те, кто многое, чего знает и умеет. Сужу по своему опыту. Роман, как быть? Ответ. Любите людей и Бога. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Если нет любви, то просите ее у того, кто и есть любовь. Слава Святой Троицы. Родители, которые вытаскивали своих детей из-под автомобиля, тоже не знали о том, что они смогут в одиночку поднять авто. Но они делали это якобы по любви к своим детям. Евгений Евтихи ждет, жжет глаголом. Как будто я говорю что-то своему патриарху, но я же трус. Это как бы повторение было. Прав ведь парень, Дмитрий Лемештин. Епископ Евтихий жжет глаголом. Виталий Колесников. До этого тоже посмотрели. Но говорит-то правильно, Виталий. А ведь наверняка Евтихий о Святой Десятине не учит и приторговывает свечами. Записочки и прочими поповскими штучками. Так что далеко ли ушел от Владимира Михайловича Гудяева? Гражданское имя патриарха. Виталий. Да, дань не берет. Залез в систему, которая не даст исполнить Слово Божие. А лапкиных и не помянет даже страха ради. Пропитался бациллами МПшной боязливости. Говорит, да не договаривает. Виталий. Но и такой на фоне МЭшной. В Аханалии. В лице народа герой. Дмитрий Лемеш. А лапкиных и не помянет даже страха ради иудейского. Как будто и не знает их. Виталий Колесников. Приводил это. Да, ни слова. Виталий. А лапкин ясно и четко возвещающий Слово Бога. Живого. Сектант, раскольник, еретик. В лице того же слепого народа. Дорогой Игнатий Тихонович, скажите, пожалуйста, ради Христа всем вам вашу божественную проповедь. Об успокоении нашего дорогого брата Сергия Александра Тетюшева, город Бутуруслан, Оренбургская область. Александр Лошакамоев. Игнатий Тихонович, храни вас Господь. Крепкого вам здоровья. Еще раз огромное спасибо за ваши труды. Благодаря вам я обращаюсь к Богу. Скажите, пожалуйста, собираетесь ли вы в Москву? Если да, то когда и где можно вас увидеть? Я отвечаю, храни вас Бог. Прошу вас снять ролик про десятину с разъяснением. Спасибо. Александр Лошакамоев, Игнатий Тихонович, храни вас Бог. Прошу вас снять ролик про десятину с разъяснением. Спасибо. Вот уже дотажени подушку повернуть. Второе. Вот про десятину считайте. Дальше просто сами прочитайте тут места. Испытя рождение свыше. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Меня зовут Светлана. Я живу и работаю много лет в Шотландии. Я православный. Но путь к Богу был для меня очень тернистым и сложным. Я буду продергивать вперед. Считайте. Евгения Назлафаста. Это Геннадий. Вот спрашивает хорошо знающие Писание, почему у нас Исповедь. Прочитали. Моя Даша помещает материал об Истинной Исповеди. Она говорила. Вот сами посмотрите. Я буду протягивать ее. Елсинайский. Можешь дольше задержать. Просчитайте. Очень интересно для тех, кто исповедуется. Можешь дольше. Продолжение следует... Вот как ходить на исповедь Вот Сергей мне выговор делает, что я выставил ролик Это черновик, но я не знал Вот у нас переписка какая была Вот с Сергеем все закончилось Ну и можно сказать события дня Занимаюсь сейчас роликами выискиваю К себе перекачиваю, где в беседах с кем-то или со мной Сергей Козлов участвует Все, пока